Я сама его люблю, потому что оно посвящено памяти Виолетты Абрамовны Ведерниковой, чудесного талантливого человека, моей учительницы. Девочка в музыкальном классе едва высиживает за инструментом, положенное для урока времени. Она уже отбарабанила гам, она несложный ноктюрн сыграла, и за часами следит украду. Нет, музыкантом она не станет. Учительница, как печальная фея с именем сказочным и певучим, слегка покачивает головой и говорит, у тебя такие легкие руки, послушные пальцы, играешь ты достаточно бегло, быстро схватываешь все, что нужно, и только терпения не имеешь. И не умеешь паузу слушать. Взяв карандаш, она прямо в нотах над паузой пишет слово «Дослушать». Женщина, притащившись с работы, семью накормив и посуду вымыв, робко присаживается в фортепиано. И разогрев непослушные пальцы, играет ноктюрн довольно корявого, заметив над паузой слово «Дослушаться». Слушая, как между двух аккордов падает жизнь, замирая эхо, как тишина поглощает время, и ель слышно вздыхает вечность.